здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня говорим на медицинскую тематику и говорим о работе поликлиники отдельно взятые ну и собственно говоря о самом поликлиническом направлении говорили мы об этом со многими нашими гостями которые работают люберецкой областной больнице но нам все равно интересно рассказать нашим телезрителям все что происходит в разных уголках городского округа мария васильевна даду кубаева здесь у нас в студии она заведующая вторым поликлиническим отделением здравствуйте мария васильевна у нас поликлиник то много вообще-то да да взрослых поликлиник у нас 12 длинных 3 и в принципе хватает или все-таки есть ощущение что иногда но у нас готовится к открытию новая поликлиника 3 на самолет наверное да она не 13 она быть наверное 12 потому что центральное поликлиническое отделение 11 поликлиник это будет 12 ну да там просто у нас это депутаты приходили там-то людей много подозраивали это там много всего поэтому а там где много людей к сожалению много людей которые обращаются за медицинской помощью всем медикам и задаю вопрос традиционные уже как-то тема пандемии вот я когда-то помню кто-то вот только началась пандемия приходил может быть даже главный врач но сейчас ты даже не столь важно но мы говорили о том что вот сейчас главный вопрос пандемии и мы не предполагали что два года мы будем даже больше не говорить а сейчас уже как-то раз забыть даже слова вакцина как-то ушла немножечко ну да так глобально звучит как вы пережили с вашими коллегами пандемию и есть еще какие-то отзвуки или можно расслабиться расслабляться не стоит никогда от звуки наверное не от звуки а уже нам стал привычным так вы говорите о к виде если да к вид это как новая для нас вирусная инфекция как раньше грипп мы сначала простой грипп потом был свиной да тоже все еще немножко все боялись теперь вас к вид добавился новый тип вирусной инфекции а это значит что еще может потом когда-нибудь конечно надо быть всегда на стрёме да конечно к виду он не вчера появился не в эти два года он появился давно просто именно такая вот высокую сильно распространяющаяся тяжелая форма появилась именно вот в этот период эпидемии но он то эти то вирусы существовали и раньше ну вот это же ваша хорошем смысле слова обычная работа потому что но любой любой человек даже самый такой закаленный так далее он но может заболеть то там урви и так далее тем более а рви это такая болезнь что хочешь не хочешь а должен выключиться на какое-то время но всех нас волнует сама работа поликлиники почему потому что с советских времен ну вот опять же возвращаясь пандемию врачей мы хвалили и врачи действительно сделали очень многое и связь с врачами волонтеры так далее но советских времен поликлиника все равно немножко ассоциируется что надо прийти что надо записаться что обязательно очередь что где-нибудь сдвинется график значит потом какой-то врач я хочу к тому врачу знаете как люди еще пожилого возраста я хочу к тому врачу а у нее по 2 записаться только в конце месяца может вот система поликлинического обслуживания сегодня она же тоже не стоит на месте вы отслеживаете все эти варианты она развивается но есть еще такая система ну как сознание людей тоже трудно изменить да они которые по привычке все равно будут приходить в поликлинику пытаться встать в очередь и записаться но хочу сегодня и сейчас сегодня и сейчас принять пациента возможно только по неотложной помощи или есть но вообще в принципе к терапевту попасть можно бывает день в день и записаться к терапевту очень просто есть много возможностей это начиная с телефона через холл-центр через личный кабинет на госуслугах это 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 очень просто это очень легко это не занимает много времени но не все это могут сделать или не хотят просто они же могут например даже если прийти но мы понимаем прекрасно люди есть разные некоторым просто вот нужно самому прийти его запишут например помогут ему там в регистраторе правильно я знаю что стоят у терминала редко хожу на было кажется поликлинику терминала человек и тогда то есть вот это вот электронная безграмотность она уже уходит в прошлое доходит могу сказать что молодежь у полностью освоили практически до пожилые люди контингент нас большой нас поликлиника огромное мы обслуживаем почти 35 тысяч населения поэтому пожилых людей тоже у нас очень много я могу вам сказать что среди них тоже есть очень продвинутые и они записываются они пишут нам обязательно все умеют но конечно приходит много но тут еще возникает такой вопрос опять же поликлиника поликлиники рознь в разных регионах сейчас даже не только городском округе люберцы говорю но тут же есть еще понятие специалиста терапевт это хорошо но например мы же не можем записаться какому-то врачу конкретно но есть специальности да мы только через терапевты должны проходить это не ко всем а не ко всем не ко всем да но есть же такие то есть насколько сегодня укомплектован штат скажем так поликлинического обслуживания в городском округе люберцы в данном случае ваше разделение до теми специалистами которые но не только терапевт у нас на поликлинике есть много специального можно вас записаться спокойно украла гу записи вообще на сто процентов на самозапись записи свободное много он принимает ежедневно конечно и бывают свободные ячейки часто можно даже обратиться день в день и он примет потому что вот наплыв урологических пациентов сейчас небольшой у нас наверное больше тяжести рук хирург тоже хирург есть на приеме и запись тоже свободная сама запись именно самозапись для терапевта получается знаете вот для чего нужно через терапевта записываться это есть специфика например человек не может всегда адекватно сказать вот у меня болит рука левая я пойду к хирургу или еще кому-то или невролог на поможет кардиолог а может у него и поэтому да поэтому ему нужно обязательно когда есть непонятная ситуация чтобы уже терапевт или какой-то другой специалист тот же самый уролог тоже может записать к неврологу или там к нефрологу такая взаимосвязь доза radi центр получается есть просто такие специфические вот узкой направленные специалисты которые обязательно вот просто так пациент не можно не всегда он не врач он не может оценить что ему нужен вот не ouvert ира да или сказать что невролог вот у меня болит голова выжавец не всегда невролог но иногда голова боли также никто не может сказать почему она и поэтому там к это же 1 делается он обязательно желательно чтобы он пришел к терапевту это тот самый доступны докторе вот направить к другим специалистам может любой врач еще такой вопрос по времени приема я помню когда только водилась эта система люди жаловались ну это по телевидению коллег на федеральных каналах показывает на везде была такая тема что вот времени мало и есть ощущение что что-то там каждого пощупал и все в компьютере время и закончили сколько там сейчас 12 15 минут положено по разным специалистам ну да к сожалению 12 минут но уже наверное наши новые доктора привыкли даже старые уже к этой системе и за этот период времени они успевают все то есть они успевают дать понять что я тебя услышал я тебя послушаю я тебя пощупал потому что это же очень важно для пациента иногда это тоже лечит да не то что пообщаться понятно есть такие люди которые рассказывают и рассказывать как надо лечить и есть но я имею ввиду если говорить так серьезно что человек пришел по делу потому что я тоже как-то помню когда эта система вводилась она уже давненько у нас что даже глаза не по врач на меня не поднимал я так вынужденно срочно должен был при я думаю что ж такое но это неправильно все-таки врач должен поднять глаза извините визуальный контроль заново в контакт должен быть обязательно и вот все-таки мы же не техник как сказать не айтишники дать если забивать все в компьютер должен быть и много вы сейчас забиваете в компьютер вот такой же раз сейчас все то то есть нет еще такой кнопочки чтобы раз и пять минут еще закоротили что нет ну кнопочка как их много кнопочек нет я о чем говорю понимаю что вы сейчас мы с министром общаемся но тем не менее как насколько сегодня врач на приеме специалист я имею ввиду там врач лечащий из вот этого времени небольшого который выделено сколько он на времени реально уделяет прослушиванию просмотру про прощипыванию наверное половину хотя бы время должно быть хотя бы половину минимум потому что все таки есть помимо того что человек осмотрен должен быть внесен в программу так муж должны даться рекомендации тоже он должен их получить а это тоже время должен расписать объяснить прием препарата направить куда-то потом я же еще такой момент что у одного более серьезные заболевания может быть даже но и меньше все одно можно сэкономить значит на этом чуть больше можем да но по закону нельзя стараемся вообще принять все должно быть четко по времени потому что это обязательно каждый человек должен прийти ко времени быть принятым и от обслуживания получить медицинскую помощь получить необходимые для него рекомендации и все что было вот оставшись удовлетворенным полученной медицинской помощи он должен уйти и не заметить этих 12 минут почувствовать что по крайней мере к нему отнеслись со вниманием да хорошо если вот сейчас мы рассматриваем все идет замечательно его направляют например от лечащего врача значит к какому-то специалисту и дальше он уже идет по этой схеме да если нужно какой-то другой спит но например диагноз не могут по нам деле вот вам нужно лучше хирургу сходить а потом хирург говорит но тут у нас по нашим вопросам нет сходите к неврологу да может быть так работает вот эта вот цепочка работает она как правило работает но я вот рассчитываю на то что все-таки мы говорим о хороших врачах которые не занимаются отфутболиванием пациентов а именно заинтересованы в том чтобы человек нашел причину своего заболевания лечили то что да 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 конечно она все работает мы отправляем друг другу кто сегодня ваш персонал у меня есть у вас диди дефицит кадров только среднего медицинского персонала и частично врачей кто уволился уже кто по возрасту по состоянию здоровья даже тогда есть такие тоже до небольших лет может врач сегодня работы он может работать до последнего до последнего дыхания просто некоторые получают и имеют право идти на пенсию по закону если хотят да да они имеют право но есть сложности потому сейчас динамическая работа мы очень много двигаться приходится на и получается если людям тяжело вот пожилых людей сложно и трудно работать с программами с компьютерами я тоже опять же скажу что очень много докторов докторов извините которые в возрасте очень хорошо освоили программы работают но и потом у них же шопы ты есть поэтому вот такая важная тоже могу сказать не всегда опыт да вот это замечательный опыт особенно вот той системы тоже которая была участковая когда они передают своим вот новым новым коллегам но у меня все молодежь все моменты то есть вы там руководите по полной программе молодежи ведут себя хорошо потому что знаете как особенно пациенты пациенты с опытом так скажем они почему-то как-то к молодежи всегда относятся здесь вот видят своего возраста врача им как-то легче становится не понимаю что может быть молодой ты продвинуть и ну от возраста не зависит зависит нет от мозгов зависит зависит от человека от отношения чего от того какой он врач первично откуда вот какая цель у человека самого есть люди которые хотят прийти переждать время да вот думает кем-то еще стать да вот а более какой из да ведь почему они же как перевалочную базу использует они же работают с людьми тут и такой важный момент что вот всегда видишь врача который внимательный и врача который он неплохой он специалист но вот он не умеет с людьми работы наверно таких врачей не бывает бывает нет я считаю что нет потому что когда мы учимся 6 лет в институте мы уже готовимся к тому что невозможно вот уже уже ты выбрал эту профессию и невнимательным быть нельзя понятно сейчас дело в небольшую пазу вот как хороший такой момент и поговорим уже о таких насущных вопросах как как у вас там оборудование как у вас там можно анализы сдавать то что тоже интересует людей тем более вы сами сказали людей много вот и рано или поздно они будут обращаться к вам чтобы они понимали что кто и что их ждет кто вернем уже почти выяснили осталось выяснить что ждет делаем небольшую паузу и дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях мария васильна даду кубаева заведующая вторым поликлиническим отделением люберецкой областной больницы мы поговорили о людях причем поговорили о пациентах об их проблематике поговорили о врачах которые встречаются с пациентами теперь поговорим уже о том что же там внутри самом здании идет ремонт и так грамма что случилось у нас поликлиника 1 этаж жилого дома 74 года постройки ремонт они видела наверное лет 20 ну по крайней мере точной информации не могу сказать но лет 20 не было поликлиника с традицией скажем скажу так что вот она первый этаж жилого дома вы уже понимаете да есть своя специфическая вот расположенность узкие коридоры бывший ремонт цвета ну слушайте это почти сколько получается 26 с упачки отец 50 лет до скором деле были до даже в следующем году я думаю будет но получается и как а как вам удалось это вас заставили ремонт делать или все таки наоборот вы довольны вам повезло конечно я считаю что ремонт в нашем случае это большая удача это обязательно ремонт а вот что такое ремонт просто стены покрасить или вы например знаете что тут у нас будет будет узи перри перевезем сюда а здесь мы поставим тут а тут лавочки новые просто все полностью получается ремонт будет косметические изменения самой внешности до стены как вы сказали потолок освещение и обязательно вот мы увеличиваем количество кабинетов для приема не нет кабинетов которые были под склад нет кабинетов просто стоящих пустующих все должно работать все в работе все уже определено вот нами по крайней мере мы уже как бы распределили что где будет и ну каждого в каждого врача у каждого специалиста свое рабочее место уже определено вот мы просто ждем окончания и она будет даже дешевых планков еще проситься будут на работу я очень надеюсь потому что все таки поликлиника старая хочется уже вот чтобы не было таких жалоб что поликлиника старая софт деп там сколько можно так что за вид таких поликлиник в принципе как бы нет их нет таких но вот уже сказать что то того что она старая и мы вот не так работаем и уже не сможем потому что мы и вот тут сразу возникает вопрос оборудование тем более сейчас такие времена что ну наверное еще довозится и постоянному ли берегу областную больницу в целом рассказываем доводится еще то оборудование которое было но у нас есть новая да а как она вы его заказываете и либо и дают разнарядку вам нет во первых у нас как поликлиника как сама старая так нас оборудование было из той же устаревшей эпохи получать последний налоги с ним а можно даже мальчик думаем со музей до отдать в музей нашим аппарат у нас быть новый рентген аппарат цифровой очень удобный для и для пациентов и для работников получается что он уже в разы облегчает работу и соответственно информацию для пациентов тоже она на электронном носителе все не пленки ничего и уже станет будет маммограф которого у нас в принципе раньше не было сейчас это востребовано это очень востребовано потому что это обязательно входит в диспансеризацию в онкоскрининг получается да для раннего вели выявления онкологических заболеваний в нашем случае вот именно по ну люберцам по россии наверное это вот тоже один из показателей выявления большие выявления но и скажем так вот вы коснули слова диспансеризации я сегодня особо может быть много внимания этому не уделяю почему потому что у нас уже много было программ посвященных вот вашем скажем так в регионе региона народ то вообще знают про диспансеризации ходят доходят некоторые хотят ходить по нескольку раз даже хотим объяснять что уже все в этом году диспансеризации с вами все хорошо подождите давайте дождемся чтобы хоть что-то изменилось то есть уже есть понимание необходимость да обязательно рабочий кто работает кому сложно приходят выходные дни мы организуем эти дни да вот но я надеюсь что после ремонта мы вообще сможем еще больше облегчить укоротить как бы сократить время посещения поликлинику и все через за один соса за одно посещение пришел человек все сдал все сдано и в дальнейшее врач анализирует даже второго посещения может быть и не нужно если все хорошо а эти компетенции вы сами будут разрабатывать и со своим коллективом да и предлагаете на утверждение или к вам приходят сверху говорят в поликлинике должно быть то 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 там не знаю помещение маленькое для швабр здесь у нас там я думаю до швабр нам не будут говорить нет а все-таки к этому нет нет вряд ли то есть это и от вас идет и как бы соответствие с законодательными актами все на есть потребность именно поликлиники до в новом аппарате рентгена в новом маму графе в новом аппарате узи соответственно мы говорим о том что у нас есть недоработка и если у нас будет новый аппарат улучшится улучшится работа мы сможем принять большее количество пациентов у вас есть конкурирующие фирмы другие поликлиники а им тоже что-то нужно как выхватить этот аппарат да нет мы у нас нет конкурирующих поликлиниках мы один коллектив нет нет мы всегда помогаем друг другу во первых если вот какой-то поликлинике нет данного аппарата значит они придут к нам и мы поможем а когда-то миграция если что-то там он опять же сломалась тогда обязательно маршрутизация пациента в случае неисправности мы сейчас тоже также работают и об этом знают и нормально обязательно мы даже предлагаем именно то что поближе вот на сегодняшний день у нас то рентген и маммограф не работает по причине ремонта то крыло закрыто и мы их маршрутизируем ближе ближайшие поликлиники и это все согласовано и у нас нет конкуренции по нас есть помощь взаимопомощь еще один немаловажный вопрос поликлинический само слово поликлиника это люди которые болеют на дому вот я помню что когда был маленький ну наверно все помнят это всегда ну и такая болезнь это всегда так хорошо в школу надо идти нормально но потом приходит врач не самый такой был приятный момент потом когда ты уже становишься на уже взрослым и так далее ты уже ждешь как некого спасителя чтобы ну попыстрее решить проблему вот сегодня как-то работает эта система как она работает и плюс больничные листы тоже такой немаловажный вопрос нет эта система работает в любом случае даже пациенты температурщик они не должны ходить поликлинику но период большого наплыва там есть свои условия и определенные там информируется население а так температурщик пациент в поликлинику в принципе приходить не должен он должен оформить вызов врача на дом и в течение суток он его ожидает в нашей поликлинике как это происходит нас выделены доктора на неотложки и они в две смены обслуживают вызова с 8 до 8 ежедневно включая субботу когда она составит на дежурство и воскресенье тоже работает нормально эта система да обязательно но у нас правда сейчас выделены на отдельные доктора которые только занимаются вызовами и то есть нет такого что с утра поработала вечером пошел пациентов обходить сейчас получается это не так актуально потому что вызов немножко меньше спад что хорошо что хорошо замечательно да и получается это не так актуально не так нужно поэтому врачи заняты другой работой тоже диспансеризации со своими диспансерным наблюдением своих пациентов они ходят на вызовы своей диспансерной группы которым они должны ходить вот и есть люди инвалиды и нетранспортабельные в порядке в их должности то входит и они это делают но не неотложные вызовы на дому больничные листы выписывается всем кому нужно обязательно в электронном виде бумажных больничных листов у нас уже нет только в электронном виде пациент получать всю информацию в свой личный кабинет на госсуна но я так понимаю что медицинская карта тоже в электронном виде вас это вот максимально сейчас переводится все в электронный вид но и пока еще в бумажных носителях есть необходимость у пациентов хроников до который часто посещает поликлинику у кого рисовая лекция да ну да вот он талмуды приличные пациенты должны обслуживаться должны получать полный объем медицинской помощи лекарственные препараты обследование необходимостью лекарственные препараты совсем забыл какие-то же которые там у вас что-то же должно быть как это из списка жизни на воду они есть пациенты получает сейчас очень получается много людей стали отказываться от компенсации за льгот по льготе и получать прекрасные препараты потому что это сейчас вот обеспечение вполне неплохое хорошие препараты да ну и я так понимаю что мониторинг проводится по всем поликлиникам а это это важно и для вообще понимания как городской округ нас по насколько он общее так скажем здоровье и то что исходя из того что вы сказали что люди интересуются то есть если с двух сторон подойти со стороны медицины не только с научной потому что в научном плане там можно много чего придумать на местах и со стороны ну уж скажем так нас как клиентов то в принципе можно продвинуться в этом создать довольно гораздо облегченную что ли систему который будет работать к логисте комфортно комфортно я вообще считаю что человек в один приход поликлинику вот диспансеризация должен пройти точно но она уже сейчас пришло к этому вот как в аэропорту ты заходишь в эту такую в разных местах разом сканер дата бомбс выходишь и тебе говорят ну вы еще поживете но это не что конечно но вот наверное при к этому ждет наверное да но получается что его вот все таки от макушки до пяток вы имеете ввиду сразу но это наверное все таки будущее ранее вот убить как марио осина мы с вами не просто о нынешних проблемах поговорили ну ваш ремонт идет поэтому можем немножко помечтать но если говорить серьезно то всегда приятно когда заведующий полили клиническим отделением в данном случае вторым и беретской областной больницы может не только помечтать об а понимать что для этого нужно сделать потому что тогда мы все друг другу будем глаза смотреть с удовольствием то есть ну как лица когда врач устает даже самый хороший даже самый добрый врач он устает ему уже тяжело и на седьмом там десятки лет у него уже как-то ну по-разному отношение к людям поэтому резюме и врачи и мы должны дружить и делать одно общее дело спасибо вам большое всем вашим коллегам передавайте большой привет наших телезрителей от всех тех кто хоть иногда и критикуют медицину но все равно как у даже мы без вас мария васильна даду кубаева заведующая вторым поликлиническим отделением люберетской областной больницы с вами был николай пивненко программа открытый диалог до свидания